Старый купец В конце концов отец согласился. Он дал сыну три тысячи золотых персидских монет – Эр-Шеффи. Юноша уехал с торговым обозом. После долгого пути обоз достиг одного большого города. Там было много базаров, где продавали и фарфор, и хрусталь. Юноша принялся обходить рынок, прикидывая, на чем бы заработать. Однажды он увидел важного чиновника с огромной рыжей бородой. Тот сидел под чинарой и играл в нарды. Юноша заметил, что прохожие почтительно приветствуют бородача, а тот в ответ лишь небрежно кивает головой. Сын купца подошел к игроку и стал внимательно разглядывать его бороду. Чиновник заерзал. Что ты на меня так уставился? Да, много я видел бород, но такой богатой бороды, как у тебя, почтеннейший, нигде не видел. Продай мне свою бороду, я уплачу тебе сколько ты захочешь. У чиновника от жадности заблестели глаза. Ну зачем тебе моя борода? У меня есть все, нет только такой бороды. Бородач согласился. Хорошо, продаю. Они заверили подписанный договор управителя города, и юноша попрощался с чиновником. А теперь мне нужно походить по базарам, отец ждет меня с товарами. Чиновник удивился. А как же моя борода? Почтеннейший, она теперь моя. Хочу беру ее, хочу не беру. Чиновник обрадовался. Задаром получил три тысячи эр-шефи, подумал он. А парень их прям дурачок. Целую неделю юноша бродил по базарам. Приценивался к товарам. А через неделю в городе был объявлен праздник. Важный чиновник отмечал именина. Сын купца явился на пир. Видит на самом почетном месте рядом с правителем города чиновник. И важно поглаживает рыжую бороду. Сын купца подошел к столу и сел рядом с уменинником. Тот был расстроен, увидев нежданного гостя. Однако предложил угощение. Благодарю, мне ничего не надо. Я лучше займусь своей бородой. Хочу красить ее в честь церкви. Он достал краску и начал раскрашивать бороду хозяина разными цветами. Потрясенные гости молчали, а чиновник только глазами хлопал. Наконец, правитель города не выдержал. Вышел в другое помещение и велел слуги позвать хозяина. Вскоре туда пришел размалеванный чиновник, а за ним и юноша с красками. Правитель и чиновник предложили юноше расторгнуть договор и вернуть ему три тысячи эршефя. Мне деньги не нужны, мне нужна борода. Чиновник воскликнул. Плачу пять тысяч эршефей, только избавь меня от этого позора. А юноша снова. Мне деньги не нужны, мне нужна борода. Плачу десять тысяч. Тогда сын купца как будто не хотя уступил. И за десять тысяч эршефей вернул чиновнику его собственную бороду. На следующий день юноша закупил целый обоз, хрусталя и фарфора. И отправился домой. Что привез сын мой? Спросил отец. Хрустальный фарфор на десять тысяч эршефе. Отец удивился. Откуда ты взял столько денег? Сын рассказал ему, как все было. Старый купец улыбнулся. Теперь я вижу, что у меня есть достойный приемник. И передал сыну свое торговое дело. Субтитры сделал DimaTorzok